Второй день мировые лидеры, мировые СМИ пишут и говорят о том, насколько были шокированы кадрами из Буча, где десятки тел мирных граждан лежат на улицах города, во дворах, домах, в подвалах, в братских могилах. По сегодняшним данным на эту минуту 410 тел было найдено. Но вы накануне написали у себя в Твиттере, что не удивлены. Почему? Ну, смотрите, я, в общем, с самого начала истории в феврале говорил, что самой опасной вещью мне представляется нарратив деноцификации, который предложил Владимир Путин. Он возник буквально в дни перед войной в таком виде. И этот нарратив, он, в общем, имеет откровенные признаки родства с нацистской логикой. Что я имею в виду? Значит, с точки зрения российского руководства, Украина была устроена таким образом, что в ней засели какие-то нацисты, они захватили власть и угнетают украинское население, которое, по сути, на самом деле является русским. Она просто выдумала себе, что они являются украинцами. Поэтому исходный план стал в том, чтобы свернуть это правительство, соответственно, тем самым провести самую деноцификацию и освободить несчастных украинцев с нацистского огня. Дальше выяснилось, что дело абсолютно гораздо хуже, естественно, что украинцы сопротивляются, поэтому это, вероятно, означает, что нам приходится допустить, что все они на самом деле являются нацистами или, по крайней мере, очень сильно инфицированы нацистами. И не было никаких сомнений в том, что именно в эту сторону это будет развиваться, и официальные пропагандисты, в общем, в эту сторону начали разговаривать. И буквально сегодня на сайте РИА Новости появился текст Тимофея Сергеевича, в которой буквально это и сказано, что значительная часть населения Украины оказалась нацистами, и теперь она подлежит чему? Чистке. И вот этот принцип чистки, очищения украинского от нацистского, он, собственно, с самого начала использовался Владимиром Путином, значит, начинал операцию. Чему это приводит на земле? Представьте себе, что вы там российский солдат, который находится на купированной территории. Вам приходится как-то классифицировать то, что происходит на этой территории. Вам приходится как-то выстраивать задачу. У вас нет никакой другой схемы классификации, кроме того, что здесь есть нацисты, есть несчастные украинцы, которых вы пришли освобождать. Вот, собственно, вы и занимаетесь чисткой. Вы очищаете, вы, в частности, проводите фильтрацию, вы проводите анализ тел людей, например, есть ли на них какие-то симптомы нацистов, под которые попадают и украинские государственные симптомы. Так что, в этой логике чистки неизбежно. Дальше мы увидим еще большое количество их, в общем, в том числе. Ну, вот мы сейчас как раз показываем эти кадры из Буччи, совершенно чудовищные. И мы спрашиваем в эфире и военных экспертов, и представителей МВД Украины, был ли это некий приказ, и тогда можно установить, чей конкретно приказ, офицера военного командования и так далее. Или это делают рядовые военнослужащие на местах, что называется. То есть, по вашей логике, здесь никакие приказы уже не нужны. То есть, это то, что могут делать и абсолютно рядовые солдаты российской армии, если я вас правильно понял. Нет, у меня скорее обратная логика, что это совершенно централизованная операция, которая исходит из общей концепции этой войны, и дальше она транслируется в конкретные действия, которыми руководствуются российские солдаты. Поэтому, да, конечно, наверняка эти приказы можно вывести до тех, кто их отдает. Другое дело, что, конечно, когда такие приказы начинают отдаваться, дальше люди начинают быть захвачены жестокостью, и начинают делать уже много сил, что находятся за пределами этих приказов. Я напомню, что и немецкие, и нацистские войска тоже долгое время мучительно пытались офицеры, пытались, значит, объяснять солдатам, что, значит, нужно вот только этих убивать, а этих убивать не надо. Но все время никак не получалось, потому что солдаты сдуру кого-то лично убивали. Мы в самом начале войны, в феврале, спрашивали и социологов в первую очередь, а где массовые акции протеста в России? Почему мы не видим этих десятков, сотен тысяч на улицах российских городов? Уже можно задавать вопрос, а почему мы не видим никакой общественной реакции на эти кадры из Бучи из России? Где хотя бы одиночные пикеты? Или есть какая-то, как вам кажется, коллективная российская реакция на произошедшее? Ну, давайте я в ответ спрошу то же самое, поскольку я, еще раз, я вижу очень много параллелей с ситуацией в Германии в концентрациях начальниковых, а где вы видели в Германии какие-то акции протеста против того, что происходило в Абью-Мире? Я не очень представляю, как это возможно. Мы видим, что регулярно в России, ну, во-первых, с самого начала всей этой войны в России большое количество людей достаточно выходило на улицы, и там только одних задержанных, по-моему, сейчас уже по 20 тысяч, можно покинуть, чтобы народа выходило. Слушайте, это немало в текущих российских условиях, когда, в общем, большого шанса чего-то добиться, честно говоря, нету. Это, правда, немало. И люди продолжают выходить. Понятно, что сейчас нужно искать какие-то другие футболные сопротивления. Мы регулярно видим и пикеты. И вчера я буквально там видел фотографии разных таких единичных акций протеста, которые именно связаны с реакцией на события в Гучи. Наверняка мы их увидим еще дальше. Попытаемся делать все, чтобы показывать, что не готовы с этим споряться. Проблема же не в том, что там, не знаю, россияне все перепугались и, значит, боятся на 20 лет сесть в тюрьму. Проблема в том, что не очень понятно, какая может быть сейчас стратегия для эффективного сопротивления, для эффективного действия. Сейчас все потихонечку начнет приходить в подпольное сопротивление. Там у него будут другие способы. Но пока люди просто делают что-то, что просто не могут не делать. То есть, возможно, невозможно потом научить. Я тут попробую немножко с вами поспорить. Когда вы сравниваете с нацистской Германией, говорите, что там не было никакой реакции протестов, немножко другая была эпоха. Сейчас в два клика можно найти и увидеть все, что происходит в Украине. Мы помним свидетельство людей, которые не знали, что происходило в концлагерях у них за забором, условно говоря, в их городе, в котором они жили, в нацистской Германии. Или в массовом сознании это никакого значения не имеет? То, что это все доступно, это все очевидно, это в твоем смартфоне, фотографии этих тел, бучины и в любых других разрушениях в украинских городах. Все они знали. В Германии, разумеется, и, как разумеется, все сегодня в России все знают. Вопрос только в том, как в этом признаться себе. Вот ты признаешься себе в этом, ну и что ты дальше должен с этим делать? Как тебе с этой информацией жить дальше? Предположим, ты признаешь, что это правда. Что тебе дальше с этим делать? То есть, ну, тебе надо, не знаю, самоубийством жизнь покончить. Что вообще можно с этим дальше сделать? Точно так же, как немцы не были готовы к этому, точно так же и россияне сегодня к этому не очень готовы. Это порождает дополнительную агрессию, поскольку, еще раз, практически все в России все знают. Это очевидно, когда вы начинаете, как бы, людям показывать ради кадры, да? Если они начинают на них реагировать агрессивно, это значит, что они все знают, да? Потому что это не реакция человека, который что-то не знал, да? Реакция человека, который что-то не знал, он начинает интересоваться и, как бы, пытаться понять, что произошло. Это не сильное отторжение. Реакция человека, который все на самом деле знает. И пытаются каким-то образом сохранить свой хрупкий такой внутренний мир, в который люди в России ушли давно. Россия точно отопизитная, деполитизированная страна. Люди хотят жить в своем личном мире, пытаются изолироваться, и вот, чтобы все это их не трогало. Поэтому, конечно, удобнее воспроизводить какие-то сюрпризы. Погано, что позволяет в этом мире оставаться. А вы наблюдаете, кстати, какое-нибудь изменение в настроениях в России до 24 февраля и к сегодняшнему дню? То есть вот за те месяцы и с небольшим настроение россиян изменилось или нет? Если говорить именно про настроение, то довольно очевидно, что вокруг очень много тревоги, очень много страха, очень много фрустрации, подавленной энергии. Это связано как раз с тем, о чем я говорю. Потому что все, на самом деле, все знают. Просто гонят от себя эти мысли. И это создает, на самом деле, довольно много агрессии. Ну, потому что, например, это создает желание, чтобы Путин уже поскорее выиграл. Если Путин поскорее выиграет, то все, от этого можно будет как-то избавиться. Если же Путин проиграет, то придется пройти через тяжелейшую конверсию. Все это хорошо понимают, на самом деле. Поэтому очень много подавленной энергии, очень много истерических реакций. Психологи рассказывают о том, что существенно возросло количество первичных обращений. Люди не осознают, что то, что с ним происходит, и даже, что они начинают сходить с ума, тихонечко это связано с войной, в которой оказалась Россия. Но да, конечно, напряжение заметно. Явно, чем более заметно, чем больше пытается делать вид, что происходит. Если как-то обобщить немножко то, что вы сказали. У нас украинские эксперты в политике в нашем эфире. И, в принципе, очень много с первых дней войны говорили о том, что вот прямо сейчас, в эти дни, в Украине рождается украинская нация. Огромной ценой, кровью. Но именно такой процесс идет в Украине. А что сейчас происходит с русской нацией? Есть какой-то простой ответ на этот вопрос? Распад. До какой стадии? И что дальше? Ну, вот, траектория примерно такая, как была у немцев в 40-е годы. Просто ядерное оружие появилось. Поэтому этот распад может закончиться просто катастрофой для всего мира спокойно. Российское военно-политическое руководство, которое узурпировало сейчас судьбу России, оно же не готово проиграть никаких обстоятельств. Поэтому мы находимся в еще более опасной ситуации, чем, наверное, находился в 40-е годы. Может ли быть такое, что мы не дойдем до этой точки? Может. Я пока не очень вижу, если честно. Потому что буквально эти события прямо сейчас, они все сильнее и сильнее загоняют ситуацию внутрь. Потому что, не знаю, до вчерашнего дня ты еще не был тем, кто игнорирует массовые чистки и массовые чистки людей. Сегодня ты уже упал туда. А каждое следующее событие будет увеличивать и увеличивать упорство и понимание, что отсюда уже на самом деле нет никакого отступления. Есть ли какие-то способы сойти с этого пути? Хороший вопрос. Я думаю, что реально такой способ – это, конечно, коллапс всего этого плана, который Путин выстроил. Если действительно он так или иначе коллапсирует, то мы легко увидим, что подавляющее большинство россиян запросто откажутся от всего в один момент. Не думаю, что это только какие-то большие доблести, но люди запросто откажутся, потому что, в общем, военно-большим счетам никакого такого не нужно, кроме сумасшедших в правительстве. Но будет ли такая возможность, будет ли такой коллапс, случится ли он? Это, на самом деле, мне кажется, в большей степени зависит от реакции сейчас всего мира. Готов ли он будет понять, что это гигантская опасность для всей планеты, которая прямо сейчас разыгрывается у всех на глазах? У меня небольшой уточняющий вопрос. А вот тот процесс распада нации, который, как вы говорите, сейчас происходит в России, это то, что началось вместе с войной? Или какие-то признаки, симптомы этого были до войны, и война это просто ускорила, как вам кажется? Да нет, но российское общество очень атомизировано, чудовищно атомизировано. Это отчасти там, ну, много всяких элементов. Да, и советское это общество было, в общем, разбито во много. В 90-е годы тоже тяжело повлияли, потому что они привили такой, ну, здравый смысл, связанный с тем, что жизнь это война всех против всех. Каждый выжигает как может, и только за счет урожающих. А дальше это превратилось в, ну, такое государство идеологии и технику управления. Потому что Путин всю дорогу занимался, разбивал любые связи между людьми. Он все равно не сжал любую солидарность, все равно не сжал любое коллективное действие. И вот есть такое в том, что сиди дома, не высовываясь, типа, дадим возможность, там, не знаю, брать ипотеку, брать кредиты, делать какую-то карьеру, и все, больше это тебе ничего не нужно. Это привело к очень большой атомизации. Приделось, что последний год можно было видеть встречную тенденцию, можно было видеть некоторые очаги возникающей солидарности в разных местах, и поэтому тенденция была как раз для Путина не очень хорошей. Но он, видя это, решил, что лучше перехватить эту ситуацию, пока не поздно. И поэтому сейчас он пользуется этой атомизацией, он еще радикально ее усиливает. Сейчас люди просто боятся друг с другом разговаривать часто. Мы слышим все эти рассказы о том, что на работе у людей спрашивают, а есть ли у вас родственник в Украине. Это означает, что ты должен фактически отказаться от своих родственников. Потому что если ты скажешь, что есть, то попадаешь на прицел. Это разрушение базовых элементарных связей между людьми. И когда такое происходит, вполне может произойти мутация в тоталитарное состояние. Мне кажется, это сейчас очень близко. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, нет, это началось не вместе с войной. Но война это такой сокрушительный удар, такая кордировка российского общества и более конкретно нарождавшаяся в нем солидарность. Почему-то пришла ассоциация с Ментос в Кока-Коле. Такая понятная, наверное. Вы, конечно, видели опрос Левада-центра. Мы сейчас покажем эти цифры нашим зрителям, тем, кто не видел. Я не буду на этих цифрах останавливаться, потому что и вы, и другие социологи говорили, что в целом не очень репрезентативные опросы сейчас в России. И кто-то говорит даже, что вообще не имеет никакого смысла проводить социальные опросы в стране, которая является агрессором, в которой ведет войну. Но я вас, как социолога, хотел про другое немножко спросить. А есть ли какие-то другие, кроме социальных опросов, способы достоверно и четко понять настроение в обществе россиян? Вот на что сейчас вы можете ориентироваться, когда строите свои модели, прогнозы и смотрите, что в головах у россиян? Ну да, я действительно считаю, что опросы сейчас имеют очень ограниченный смысл, в основном для специалистов. Вот на эти большие цифры, как я сейчас сказал, поддерживайте вы военную операцию. Это, конечно, очень полезно. Но какие-то вещи можно смотреть. В тех же опросах есть какие-то более тонкие сюжеты, например, связанные с тем, какие чувства людей испытывают. Тоже с искренностью большие проблемы, но это может кое о чем говорить. Но главное, на что, конечно, стоит смотреть, поскольку еще раз мы сейчас находимся в точке, зависли между авторитарным состоянием и тоталитарным. Главное, на что стоит смотреть, это, я бы сказал, на энтузиазм, на какие-то действия, которые показывают энтузиазм. Пока их, вообще-то говоря, не очень много. Там отдельные есть, но в целом их не очень много. То есть, в принципе, все они пытаются держаться за обычную жизнь и, в общем, стараются во все это особо сильно не лезть. Ну так-то они, конечно, их всех спрашивают, они, в общем, вполне себе готовы воспроизводить официальную версию. Еще раз, потому что она позволяет смириться с реальностью вокруг. Вот если мы будем видеть какие-то элементы энтузиазма, да, посмотрите вокруг, посмотрите на то, сколько вы видите там вокруг людей, которые действительно проявляют какой-то энтузиазм. Это важно, потому что это будет некоторым симптомом переход от одного состояния к другому. Пока, мне кажется, что, скажем, в Москве проще увидеть антивоенную надпись на стене, чем, не знаю, каких-нибудь психов с нацистскими сиповами на машине. Такие тоже бывают, но и те, и те бывают. Но, во-первых, мне кажется, пока, вот чисто так вот, визуально. Это более важно сейчас знать. Да, я видел сегодня очередной уличный опрос на улице, и люди на вопрос про цены отвечают, да нормально, как бы, ну выросли, ну мы абсолютно спокойно переживем. То есть, такое ощущение, что они просто блокируют немного в себе любую негативную информацию и пытаются, то, о чем вы говорите, мыслить приземленно какими-то вещами, которые от них зависят, хватит сегодня на гречку или не хватит. Если я правильно, опять же, понимаю вашу мысль. Ну это отрицание. Это нормально, вполне, как бы, защита с помощью отрицания. Но, знаете, тоже смеяться над людьми, в смысле, не очень правильно, потому что можно чего угодно, конечно, говорить про эту индифферентность, но глупости там, на самом деле, не очень много. И я не очень понимаю людей, которые, значит, высмеивают какое-то глупое поведение. Почему нам такого глупого-то? Владимир Путин, вообще-то, за 22 года всех приучил, что как он скажет, так и будет. Никто ему ничего пока не делал. Не было такого, что появлялся какой-то грозный, там, не знаю, запад или кто-нибудь еще. Я говорил, нет, это недопустимо. И Путин говорил, нет, ну все, тогда недопустимо. Значит, ничего подобного. Всегда всех покупали, всегда всех коррумпировали, всегда получали те сделки, которые были нужны. Нужен был газопровод. Газопровод – нет проблем. И поэтому, ну, россияне за 22 года, в общем, усвоили этот урок. Ну, да, что, надо потерпеть чуть-чуть. Потом все вернется обратно. Ну, как бы, Путин всех сломает и вперед. В восторге, я думаю, что поэтому никто не испытывает от такого вот мировоззрения, в котором там побеждает сильный и наиболее хамоватый. Но основания этого, в общем, есть. Распорим еще, как в этот раз все разыграется. У меня нет уверенности, что Путин действительно нашел ту стену, о которой он разобьет себе лоб. Как раз продолжу про эту стену, которую пытаются построить перед Путиным, о которой, как вы сказали, он может расшибить лоб, о санкциях. Я просто вижу много мнений относительно того, что санкции, и это пишут даже люди, открыто выступающие против войны. Они пишут о том, что санкции ударили не по тем, что олигархи сплотились вокруг Путина, чтобы вслед за мировыми активами не потерять еще и то, что у них есть в России. А больнее всего сейчас тем россиянам, которые хотят уехать или хотели уехать, или уехали из страны. Оказались они в ситуации, что даже деньги не могут снять собственных карт. Нет ли ощущения, что действительно санкции в том числе играют сейчас на руку войне, Кремлю, олигархам и конкретно Владимиру Путину? Я думаю, что это исходит из какого-то немножко наивного взгляда на ситуацию, что я тут, поступая против войны, меня за что? Ребята, это война со всех сторон. Никаких сомнений нет. Я здесь полностью присоединяюсь к российскому правительству, которое говорит, что эти санкции, это, конечно, элемент войны. Это война. Не знаю, у украинцев почему-то уже не перестали возникать вопросы, при чем тут они, если они не держат в руках оружие. Но почему у россиян эти вопросы возникают? Вы тоже находитесь на войне. Но вот по вам бьют. Это война. И жаловаться на это, мне кажется, каким-то довольно инфантильным представлением о ситуации. Что касается эффективности всего этого, то я не думаю, что проблемы эффективности связаны с тем, что они кого-то консолидируют, не консолидируют. Мне кажется, прошли тот этап, когда можно было надеяться на какую-то деконсолидацию, которые эти самые санкции, какой-то воспитательный эффект, чтобы уберите своего Путина, мы заснимем с вас санкции. Нет. Эти санкции – это встречная бакбардировка. И задача их состоит не в том, чтобы разбить единство вокруг Путина, а просто в том, чтобы остановить эту военную машину. И вот эффективность их, на самом деле, связана с тем, насколько удастся это сделать. Поэтому мои сомнения насчет этих санкций связаны с тем, что они, в общем, я не очень верю в то, что они всерьез накладываются. Там были какие-то меры, которые были приняты всерьез, но посмотрите, что происходит вокруг Москвы. Ну, не знаю, есть ли ощущение, что в Москве прям все закрылись? Да нет. Ну, кто-то закрылся. Основная часть, даже зайдешь в торговые центры, везде написано, мы скоро откроемся. Это фактически поддерживает ту концепцию, которую Путин и его команда распространяют. Сейчас все закончится быстро. Ну, потерпите, нормально. Ну, все равно чуть-чуть раздумывается. Вот, поэтому основная проблема с этим как раз не в том, что не по тем бьют, а в том, что, еще раз, Путин коррумпировал глобальные экономические элиты. Он их купил просто. И они по-прежнему продолжают думать только о своих деньгах. Вот это сейчас самая главная проблема, а не в том, что санкции клинут. Это не всегда. На этой неделе уже обещаны новые санкции. Евросоюз об этом говорит. Будут они обсуждаться 6 октября. Посмотрим, какие будут объявлены снова. Последний вопрос я бы хотел вас спросить. Это такая немножко игра в угадайку, может быть. Но, тем не менее, если завтра вдруг выясняется, что война закончена, что Россия соглашается на все условия Украины, выводит армию, освобождает Мариуполь. Какие будут настроения в российском обществе? Какая будет реакция россиян? Это будет разочарование? Вы нам обещали маленькую победоносную войну, ничего этого не получилось. Или что это будет? Как вам кажется? Ну, если действительно мы предполагаем, что Россия терпит военное поражение в Украине и действительно там выводит войска, да, я думаю, что это будет пабсом для Путина. Потому что даже дело не в том, что вы нам что-то обещали, а в том, что сломается эта главная идея о том, что сильный всегда прав, а сильный всегда Путин. Окажется, что Акела промахнулся и в этом месте все от него может будет избавиться. Но именно по этой причине я не верю в этот сценарий. Путин отлично понимает, что это будет для него концом. Я думаю, что он ни при каких обстоятельствах не готов проиграть в Украине. Еще раз, ни при каких вообще таких вариантов не существует. Он сделает все абсолютно, чтобы не проиграть. Под все я имею в виду абсолютно все. Ни одного обнадеживающего прогноза не было от вас сегодня? Ну, может быть, в какой-то момент все это безумие как-то будет перехвачено, кто-то, наверное, остановится. На это можно, наверное, надеяться. Особенно по мере того, чтобы разворачиваться. Но на Путина или на его ближайшие окружения рассчитывания я точно не знаю. Продолжение следует...